МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 сентября в Музее ядерного оружия Российского федерального ядерного центра ВНЕВ прошла презентация книги «Противостояние XXI века», посвященной национальной безопасности Российской Федерации. Авторы – сотрудники градообразующего предприятия Евгений Кушнир и Людмила Телегина. Что анализировали и каким выводом пришли авторы издания, расскажем далее. Рождение этой книги – веление времени, заявляют авторы уже на первой странице. Четыре года Евгений Кушнир и Людмила Телегина проводили исследование, чтобы сегодня презентовать сначала коллегам, а после и всем заинтересованным лицам книгу «Противостояние XXI века». В ней авторы рассматривают, как с помощью информационных технологий страны Запада управляют политической ситуацией в мире, и какие методы воздействия на человека используют для манипуляции общественным сознанием. В нашей книге написано о том, что сейчас применяются очень продвинутые технологии, которые базируются на последних достижениях биологии, психологии и социальных наук. То есть против нас работают очень квалифицированные люди. И, собственно, их задача – реализовать принцип, заложенный в старой китайской поговорке. Если ты хочешь уничтожить злейшего врага, перевоспитай его детей. Книга, которую презентовали сотрудникам градообразующего предприятия – это неоценочное рассуждение на тему взаимоотношений России и Запада. И это совокупность многолетних исследований. Авторы не навязывают читателю свое мнение. Лишь предоставляют большое количество фактического и статистического документального материала о том, как информационные технологии влияют на каждого из нас лично и на общественное сознание в целом. И приводят примеры, каким негативным последствиям уже приводили подобные манипуляции в прошлом. Противостояние XXI века предназначено для каждого человека, независимо от профессии и образования. Но в первую очередь, по словам авторов, она адресована родителям. В первую очередь, это направлено прежде всего для родителей, которые имеют детей. Чтобы они бесконтрольно не передавали детям свои планшеты, телефоны, чтобы дети не играли. Потому что человек привыкает и потом от него отвыкнуть не может. С учетом вот этих тенденций нехороших, мы, собственно, и написали эту книгу, это предупреждение. Это наш вклад в общую оценку ситуации, поскольку мы люди, работающие с позицией вооружений. То есть мы рассматриваем это как оружие. А многие это не воспринимают как оружие. Мирное время, взрывов нет. Все вроде мирно, а на самом деле против наших детей, против нашей молодежи идет непрерывное 24 часа в сутки воздействие. Психофизиологическое. Технологии управляемого хаоса, биоинженерия, проблемы российского образования, состояние системы здравоохранения нашей страны, допинговый скандал в России. Авторы уверены, что с помощью современных информационных технологий под контроль можно взять все, что угодно. Поэтому постарались провести анализ всех возможных сфер жизнедеятельности человека. За последние 50 лет технологическая революция привела к тому, что мы все больше зависим от компьютеров и гаджетов. А значит, все меньше защищены от психологического воздействия на подсознание. Мы это недооцениваем, а это все закладывается в подкорку каждого ребенка. Имейте в виду, что человек 50-70% поступков осуществляет автоматически. Поэтому, если доведено будет до автоматизма, мы глазом моргнуть не успеем, как наши дети выйдут из-под нашего контроля, а дальше случится страшное. Презентация книги «Противостояние 21 века» собрала полный зал. Послушать о результатах исследований специалистов ядерного центра пришли как взрослые поколения, так и молодежь. И каждый из них отметил, что эта тема действительно актуальна и заслуживает внимания каждого жителя нашей страны. В рамках празднования 60-летия атомного ледокольного флота России в августе состоялся специальный детский рейс на Северный полюс, выполненный атомным ледоколом Госкорпорацией «Росатом» 50 лет победы. Участниками экспедиции стали 68 одаренных детей из 24 регионов России. Среди тех, кто смог своими глазами увидеть таинственный мир Арктики, оказался Саровченко, ученица второй гимназии, входящей в инновационную сеть образовательных организаций школы «Росатома» Марьяна Кузина. Их радости нет предела. Почти семь десятков детей на атомном ледоколе впервые за 25 лет в истории страны достигли вершины планеты. Участником столь необычной детской экспедиции Саровченко Марьяна Кузина стала не случайно. С детства девочка не сидит на месте. В ее жизни много увлечений – театр, волонтерство, журналистика, танцы, участие в различных конкурсах. Именно активная жизненная позиция и общественная работа помогли Марьяне пройти конкурсный отбор на специальный рейс на Северный полюс. Марьяна стала призером заключительного этапа фестиваля конкурса детского творчества «Тиарт Олимп Росатома» в рамках проекта «Школа Росатома». Этот рейс – уникальный шанс, который нельзя было упускать, считают родители Марьяны. Узнав о победе девочки, они долго не могли поверить. Не представляю, как это. Северный полюс – это же так далеко, это же лед, это и вообще что там делать, но это же увидеть, побывать. Тут же позвонила Максиму. Он был на работе, но, по-моему, он был очень рад и тоже не особо поверил. Да, сначала, конечно, не поверил, решил, но показалось. В юбилейном рейсе самого крупного в мире атомного ледокола «50 лет победы» только лучшие. Обладатели президентских грантов, победители всероссийских олимпиад, воспитанники центра «Сириус», «Школа Росатома» и российского движения школьников – это необычное путешествие, награды за их многолетний упорный труд. За 10 дней, проведенных на самом крупном в мире ледоколе «50 лет победы» госкорпорации «Росатом», подростки со всей России познакомились с захватывающим и неповторимым миром Арктики. Наблюдали за проплывающими за бортом айсбергами, подплывали к берегам самых изолированных и неприступных архипелагов – земля Франции Иосифа и Новая Земля. Впечатления невероятные, потому что, ну как мы все привыкли слышать, что просто белые льдины, и там где-то ходят и машут нам ручками белые мишки. Но нет, это совсем не так. Я увидела невероятно большие, например, голубые, бирюзовые льдины. Я увидела, как ледокол раскалывает лед под нами. Это тоже было невероятно. Кроме того, юные исследователи узнали о развитии атомного флота, познакомились с историей освоения Арктики и ее уникальными природными объектами. Капитана томохода Дмитрий Лобусов и его помощники показали детям, как устроен самый мощный в мире атомный ледокол «50 лет победы» и познакомились с животным миром Арктики. Марьяне посчастливилось увидеть белых медведей и моржей. Один из них, допустим, он перед нами позировал и потом плюхнулся в воду перед нами, а на другом леднике мы увидели целое севейство моржей и довольно-таки долго за ними наблюдали. На борту ледокола «50 лет победы» с ребятами работали педагоги проекта «Школа Росатом» и сети информационных центров по атомной энергии. Основная цель рейса просветительская, поэтому участники экспедиции изучили историю атомного ледокольного флота, узнали о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики. Также для ребят проводили различные творческие мастер-классы и устроили встречу с известными медийными персонами. С нами был Валдис Пельш, он нам показывал, он как раз снимал там свой документальный фильм, он нам показывал прошлый документальный фильм, мы ему задавали какие-то вопросы. Программа путешествия включала в себя как образовательную, так и развлекательную часть. За три дня работы киномастерской «Ледокол Пикчерс» юные путешественники успели примерить на себя роли режиссеров, сценаристов, операторов и монтажеров. Участники побывали на творческом вечере народной артистки России Елены Яковлевой, пообщались с актрисой Анастасией Макеевой и блогером Русланом Мусачевым. Также участники экспедиции присоединились к празднованию Дня государственного флага и развернули на Северном полюсе полотно триколора размером 12 на 18 метров. Но больше всего Сравчанке понравилась подготовка флешмоба, который снимали на Северном полюсе. С нами работал танцор, победитель первого сезона, танцовый тентель Шадшабаев, продюсер «Десять песен антимых городов» Тимур Ведерников. Мы пели, танцевали, репетировали и уже когда приплыли на сам Северный полюс, не только фотографировались с флагами и прочее, мы танцевали эти флешмобы. Арктика – уникальное место без времени. Здесь можно совершить кругосветное путешествие за пару минут, обойдя земную ось. Попасть сюда может далеко не каждый, но дети из городов присутствия госкорпорации обладают уникальными возможностями. И этот тематический рейс на Северный полюс на самом крупном атомоходе атомного ледокольного флота госкорпорации «Русатом» – прямое тому подтверждение. Для одних просто хобби, для других – настоящий спорт. Рыбная ловля – одно из самых распространенных увлечений в мире, и с каждым годом оно все больше набирает популярность. Сегодня любители посидеть с удочкой на берегу водоема объединяются в клубы, создают спортивные федерации и проводят соревнования. На озере Боровом прошел традиционный 4-й рыболовный фестиваль «Рфиадсвнеф» «Поплавок-2019». Артем Шевков аккуратно и не спеша подвел к сачку пойманную рыбу. Он не стал подсекать. Леска на удочке слишком тонкая и может оборваться, а в соревнованиях нельзя рисковать. Здесь каждый грамм на счету. Сейчас на данный момент у меня в улове подлейщик, но чтобы ловить подлейщика, надо знать определенные фишки, которые мне подсказал, как сказать, мой тренер, четырехкратный чемпион мира Станислав Посланчик. В свои 18 лет Артем уже стал профессионалом в рыболовном спорте. Но каждое соревнование – это проверка рыбака на мастерство, и юноша не упускает возможности протестировать свои наработки на практике. С начала состязаний прошло полтора часа, а в садке у Артема уже обарахталась пойманная рыба весом примерно с килограмм. Главное правильно подобрать оснастку. Конечно, многое зависит от сектора и от самого умения рыболова. От удачи очень много чего зависит. То есть 50% удачи, 50% – это уже своей работы, своего труда. Начинать трудиться над будущим уловом нужно еще дома на стадии подготовки к соревнованиям. И главное – это позаботиться об оснастке, то есть снаряжении. В рыбалке важна каждая мелочь. Длина удочки, леска основная, поплавочек. Зависит тоже, ветер есть, ветра нет, поплавок тоже надо ставить разный. Грузила, чтобы их было побольше. Чтобы рыбка, когда крючок хватает, она же поднимает его, и она чувствовала сначала легкий грузик, а не вот, чтобы там оливка здоровая висела. Артем считает, что соревнования были бы намного интереснее и зрелищнее, если бы было больше участников. В Сарове много любителей рыбной ловли, и они могли бы побороться за победу в конкурсе. В этом году участвует только пять команд. Очень, конечно, жалко, что много людей, кто ездит на рыбалку, ловит на плавочную удочку, не принимает участия в соревнованиях. Хотя можно было бы попробовать свои силы, и возможно бы эти люди даже втянулись в этот спорт, потому что это очень увлекательно. Его напарник по команде Максим Ведищев тоже опытный рыбак, но в этот день ему везло меньше. У противоположного берега рыба клевала плохо. Участники соревнований сосредоточенно смотрели на поплавки, и то и дело меняли наживку. Но подводные жители капризничали, и неохотно шли на запах приманки. Ну, клев чего-то нет. На нашем берегу, вот именно здесь, где мы сидим, пока без клева. Ждем, может подойдет, может не подойдет. Мы надеемся, что поймаем. Все, конечно, сейчас огорченые сидят потихоньку, но и все равно. Солнце, погода хорошая, всем, как бы, все рады, что пришли на соревнования. Максим Ведищев в фестивале поплавок на озере Боровом участвует не в первый раз. Обычно рыба идет хорошо, но в этот раз никакие хитрости не помогали. Но участники не отчаивались и с юмором воспринимали происходящее. Раз на раз не приходится, нет, потому что соревнования, бывает, проходят в июне, в июле. Здесь даже клеют лучше, чем там, на том берегу. Но в этот раз вот почему-то здесь вот не клеют. Рыбаки не нервничали, а спокойно смотрели на гладь озера и неподвижные поплавки. Изредка перебрасывались словами и шутили. Здесь еще верховка есть. Да, это даже может не выклеить. Это верховка. Вот ей точно нужен 22-й номер ключка. Да. Рыболовный фестиваль поплавок молодежная комиссия при правкоме Института лазерно-физических исследований РФЦНЕВ проводит с 2015 года. Традиционно соревнования проходят на озере Боровом. Чтобы у каждой команды были равные условия на соревнованиях, правый и левый берег озера организаторы поделили на участке. У нас, соответственно, берег поделен на две зоны А и Б. Это зона А, дальняя зона – это Б. Здесь глубина поменьше, в зоне Б глубина побольше. Сейчас такая ситуация складывается, что на том берегу клюет получше и немножко покрупнее. В традиционном фестивале поплавок 2019 в этот раз приняли участие всего 10 рыбаков. Они разделились на команды и путем жеребьевки выбирали номер сектора. Команды у нас по два человека. Один идет в зону А, один в зону Б. Они заранее решают, кто идет в какую зону, а потом вытягивают просто номер сектора и рассаживаются. Старт соревнованием организаторы дали в 10 часов утра. По правилам фестиваля ловить можно было только на одну удочку и одинарный крючок. Прикормку и наживку рыбаки выбирали сами. После 4 часов у нас объявляется команда финиш, все достают удочки и проходят на взвешивание. Соответственно, потом у нас проходит процедура взвешивания, результат и награждение. Итоги соревнований подводились в личном и командном зачете. Здесь все просто. Чей лов весел больше, тот и победил. С уловом почти в 2 килограмма первое место в личном зачете занял Артем Шевков. Добыча Максима Ведищева весила чуть больше 200 граммов. В итоге команда «Атомфиш» взяла золото рыболовного фестиваля. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.